итак я попробую значит мы говорили про его духа хасида я собрался продолжать эту тему дело в том что чем их удаха хасид сложен точнее так существует как бы существовало в израиле человек который занимался очень активно этим но дело в том что мало источников есть книга рабе и гудаха хасида и есть книги рабе лазара из вормса есть еще довольно много рукописи не все опубликованы потому что на самом деле с вот этим хасида и ашкинас то что мы называем а ну как бы отдельная совершенно ветвь иудаизма это не ветвь это неправильно это течение которое всегда существовало одно существовало в те времена и она продолжила свое существование как-то не странно фокус том что у него регулярно нет человека который может его выразить вот я несколько раз вот сейчас я немножко сложно буду говорить но это просто потому что не очень принятая вещь дело то что иудаизм как бы существует двух форм касается любой религии на самом деле в письменной и в реальной урава 1 штейн-зальца была чудесная притча по поводу слона что приходишь в музее там стоит чучело слона большое красивое животное одно удовольствие потом приходишь зоопарк слон живет он вонючий это неприятные звуки вообще страшно потому что большой но тем не менее у живого слона есть одно преимущество по сравнению с чучелом а именно то что он живой вот у меня знакомый когда я слушал эту историю от урава 1 штейн-зальца я пришел в состояние восторга да потом несколько рассказал о том как эта история довольно долго преобразовывалась в тот вид который я привожу она была значит да причем от урава 1 штейн-зальц приводил именно по поводу народа израиля есть вот теоретический иудаизм а есть реальный народ реальный народ живет воняет он он такой книжный несравненно лучше но у него есть один недостаток он не живой дело в том что вот у этой народного иудаизма регулярно не было выразителя поэтому как бы о нем очень трудно судить потому что ну вот как метко заметил гуревич про средневековье молчащее большинство до историки книжка была про молчащее большинство потому что простые люди ведь не оставляли записи записи оставляли интеллигентные люди образованные а интересно чтобы были простые люди вот то же самое дело в том что читая рабе и гудуха и хасида ты вдруг видишь мудрого человека который живет народной жизнью который знает на причем пассажи у него уникальные например во я говорю что сэфер хасидим существует двух вариантах варианте издания балонья это основное издание то которым я пользуюсь это издание повторено у маргулиса если основное издание сегодня это издание балонья есть парма рук из парма она издана было такое 19 веке издание которое называлось макицейнер дамин пробуждающий спящих и это общество опубликовал какое-то огромное количество книг которые практически забыты причем на них ссылки вот уважаемые книги но они были забыты они очень много сделали для издания причем они очень много издали всего и среди всего прочего они издали ту самую рукопись парма она несравненно больше балоньки просто несравненно больше к их чести они в конце первого тома своего издания он там трехтомное издание они в конце первого тома приложили таблицы соответствий нумераций но все равно то издание которое парма старых книгах это ссылка стоит на мекленбургское издание но это парма на самом деле вот так вот там например мы обнаруживаем совершенно замечательный пассаж что когда человек ищет город в котором осесть а тут надо заметить что после крестовых походов евреи очень много переезжали по германии потому что здесь жизнь была невозможна здесь и они переезжали из княжества в княжество поэтому вопрос где осесть это был актуальный на тот момент вопрос и ураби и гуды хасид говорит что если ты хочешь понять какие нравы еврейской общине города куда-то приехала присматриваешь то будь проще посмотри какие нравы угоев ежели приемлемые то у евреев будут приемлемы а ежели паршивые то и еврейская община тебе это не нужно то есть вот запредельно совершенно вот откровенно практично он там приводит какое-то обоснование нам это не существенно по этому поводу вот то с чем мы сталкиваемся на самом деле когда читаем рабе и гуду хасида мы сталкиваемся с тем не каким должен быть иудаизм я хочу обратить внимание книги чем хорошее книги которые морализаторская литература который достаточно она как правило занимается тем каким должен быть человек а иудаизм хасид он говорит каким должен быть человек но он регулярно при этом понимает какой он есть вот он считается с тем кому это должно быть приложено и это очень важный такой аспект и когда его читаешь просто поражаешься именно под именно этой стране вопрос при этом сам неудаха хасид говорит не говорит о себе о том нет о том что он не является крупным ученым что неправда явно но крупность ученых я вот прошлый раз говорил что я как-то любовался книгой поколений кто у кого учился кто когда жил она хредимного общества и там я приводил там список равинов из того списка и выслушали я не сомневаюсь что где-то восемь из десяти упомянутых там людей просто никому из собравшихся не известно потому что крупный раф это комментатор толмуда обычно левы шурханаруха это галахист исключение редкие исключение например раф поляк который не оставил ни одной книги но дело в том что все последующие польские раввины его ученики он принципиально но все кто был за этим были его учениками иудаха хасид не оставил комментарий более того главная его книга философская это сэпер каковод до нас не дошло дошла что дошло дошли два высказывания одни от очень яркого противника рабе гудаха хасид ради мушетаку где приведены цитаты именно для того чтобы опровергнуть его полностью либо в то что пишет его книг рабе лазар из вормса книга называется судей разья тайны невразимые тайны но благо рабе лазар из вормса был довольно пистучий от него довольно много сохранилось не все было изданно но сейчас старательно издается поэтому как раз этим хихи полегче правда большинство того что я читал из неизданного но в научных журналах а не в виде книг и я не уверен что они будут востребованы если будут изданы значит ситуация выглядит так что выяснилось что два автора связано с двумя скандалами на одну и ту же тему рабе израэль болшантов из да рабе сервис болшантов что приятно с ним связано что фамилии у него нету но меджибушский иногда говорят основной город пребывания меджибуш это на украине я даже не знаю как точнее район на украине то обозначить был не посмотрел как называется что это у нас это но рядом с подоле и точно может быть сама подоле вряд ли не помню вот и и и удах и хасит у обоих как это ни странно тяжелый скандал в биографии биографиях и тяжелая полемика связаны чисто с теоретическим построением которое не лежит в области практики от слова вообще она немножко по разному оформлена но краткое содержание и то и другое состоит в вопросе пребывания всевышнего в этом мире значит давайте я проще мне проще изложить то что пишет по этому поводу машетако чтобы было понятно о чем идет речь потому что что так проще все читать рабэйну ягуда га хасит в сэфер га кого-то пишет следующее если так то он всевышний во всех местах мира он видит во тьме и в тайне так же как открыто и так же грязь не мешает его присутствию и и не изгонять его из одного места в другое место значит еще раз всевышний присутствует абсолютно всюду и и там слово тинов это вот грязь слово тинов это грязь я объясню в данном случае на это следующее известная галаха которая запрещает молиться в грязных грязных физически в вонючих местах присутствует экскрементов в сортирах в банях такого сорта места значит почему и у нас хасит в изложении моши тако сэфер тамин называется его книга пишет что он открытым местом говорит что всевышний присутствует в любых местах любой степени загрязненности и он пишет что всевышний создатель он тончайший стончайший весь мир во всем мире он присутствует в горах в долинах в деревьях в животных во всем что только есть даже в грязи и грязь не загрязняет его хотя дальше возражается моши тако боже упаси считает что есть нечто священное во всяких местах грязи внутри идолов и сказано вот теперь и пусть твое место будет священным и там не будет закон пусть твое место будет священное это закон о который требует в военном лагере отхожее место устанавливать стране который запрещает устав как называется устав лагерной службы да по моему называлась да которое требует отхожее место устанавливать стране я тебя должно быть помеченное место в лагере и все естественные упражнения ты должен сделать там и дальше говорится и твой лагерь будет священный то есть испражнения в лагере делает лишает его священную статуса священного места это прямой закон тары и у нас есть свидетельство то что святой благословен он не находится в не чистых местах и ну вот вот эта вот ситуация если бы это был однократный спор то да можно было бы поухмыляться этому спору потому что он мне странен несколько но дело в том что этот спор был повторен один к одному в конце восемнадцатого века и спор был между учением не лично и личных встречей не было и виленским гаоном ровно по этому же поводу ровно с теми же аргументами причем замечу аргументы повторялись один к одному они считают что любое место как бы оно не было оно нехорошее и что есть чистое и нечистое и учение о том что всевышний пребывает всюду нарушает правила чистого и нечистого вот давайте я попробую чуть-чуть по другому изложить почему вроде бы так так теологически присутствие всевышнего всюду оно как бы должно быть теологически безукоризненным на первый взгляд на другой взгляд мы прекрасно знаем что как бы есть в иудаизме совершенно четкое понимание что есть чистое и нечистое в таком случае как бы воспринимается следующее что в нечистом месте к Богу обращаться нельзя по-моему это галактически безукоризненно и теологически безукоризненно и проблема в том что куча народу умудряется перепутать понятие святость и присутствие Бога вопрос вот присутствует ли Бог Святой Благословенный он в идоле вот стоит идолище погар ему поклоняются причем здесь Бог вот есть ли здесь место Бог и понятно что в тот момент когда ты говоришь что он есть везде то ты как бы признаешь что вот в этом капище место Богу тоже есть и это главная проблема это проблема во времена бэшта и то есть проблема виленского гаона и это проблема мошетата для того что вот давайте виленского гаона проще всего процитирую значит я процитирую его по не по книгам виленского гаона это послание до нас не дошло а оно есть в изложении его противника в данном случае черепишные разломанные взгляды вот оттуда оно берется это полный геретизм утверждать что он благословенный находится в дольных и низменных вещах буквально в смысле слова обнаглевшее поколение которое лепечет по отношению к всевышнему то что лепечет вот твои боги Израиль это как то что произносится во время греха золотого тельца всякое дерево и камень ну и так далее то есть главная проблема вот здесь и здесь я хочу просто сделать одно отступление насколько правы те кто возражает мы знаем это случалось в нашей истории несколько раз самый знаменитый было у Кения Франка о том что так как всевышний присутствует Франк это польское движение так как всевышний присутствует всюду то его можно служить всяческими безобразиями тоже более того чем больше безобразия тем больше раскаяния и соответственно человек который на безобразии чем больше всех в какой то момент он принят к всевышнему и все это безобразие оно как бы и зальется могущество труи святости но позиция ну сомнительно как это выглядит ну уж очень подозрительно в философском отношении тем не менее как видите соблазн такой есть то есть те кто возражают они же не с потолка берут свои опасения эксцессы такого сорта они же в диких количествах в массу присутствуют в куче всяких мест и поэтому опасения это как раз те кто возражают против этого они очень серьезные другой разговор что тогда если вы хотите занять такую позицию вы моментально прибежите к тому что называется дуализм вы врите это ж не ют такое слово обычно употребляют но вообще это дуализм это классический дуализм есть как бы чистая сторона мира и грязная сторона мира есть бог ответственный за чистоту и добро есть бог который ответственный за бог сатана дьявол как хотите который ответственный за всевозможные гадости этого мира и вы быстренько сюда прибежите вы никуда не денетесь я хочу заметить что эта позиция она настолько удобна вот этот дуализм он настолько удобен особенно в народных версиях простым народу намного проще сделать вот такое разделение мира тогда сразу станет ясно есть как бы сторона богова есть сторона дьявола и мы все вот и тогда у нас не будет ни малейших проблем это ужасно соблазнительная позиция и например там вот в христе в позднем средневековье то что фейзинга называет осень средневековья ну такая замечательная работа была в начале 19 века вот вера в такую дуальность мира в христианстве она достигла какого-то апогея там он например приводит пример что иконостасов куча церквей были уже разделены практически на две части справа рай и благо а вторая половина дьявол и его козни и ад то есть уже вот настолько все дошло настолько что именно в этот период вдруг мусульмане считали что вера в дьявола является признаком христианства это мусульмане с их иблисом совершенно такой весьма серьезной фигурой в этой истории в исламской это вам не еврейские дела где сатан персонаж ангел высшего разбора небесный прокурор и в аду заправляют совершенно никакие не черти а ангелы ну отдельного статуса ангелы конечно но ангелы но тем не менее все прекрасно понимают что этот номер не для нас прописан и вот тот момент когда начинаются такие споры то вообще лучше бы от них держаться подальше значит вот давайте цитату вот уже человека который как бы мыслите создатель это рапе элизар из вормса создатель он близок тебе мамаш 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 это по-настоящему мамаш это я могу сказать мамаш это физически близок материально близок вот слова мамаш в еврейской литературе вот никак яйцо перевести на русский не могу я много раз пытался вот например в талмуде в чем там эйн мамаш в запахе эйн мамаш то есть он как бы нематериальный в тепле от огня вот не в огне в тепле от огня эйн мамаш но еще там серия посажек где в чем нет мамаш то есть вещи которые в карман не положишь вот когда говорят что-то мамаш то имеется ввиду можно в карман положить вот вот это вот такой мамаш а ощутимо можно пощупать вот корень маша а именно он наполняет все и нет пустого места которое может его избежать а то что написано в книге кгэла что элоким бешэмаем там сказано бог на небесах а ты внизу пусть твои уста не дадут тебе согрешить потому что и потому что бог на небесах а ты на земле там вот такой вот смысл то это имеется ввиду что его слава к воду вот это понятие кого то оно видно на небесах но написано и я прибываю среди сынов израиля и там показываю свою славу поэтому наши мудрецы сказали что тот кто молится должен опускать глаза долу а сердце подымать в горе а сердце подымать горе то есть вверх в гору ибо всевышний возле него ну и так далее то есть вот оно это высказывает все это учение оно очень серьезно развита в хабаде например вот они очень любят эту тему это тема цемцума у бэшта но тем не менее далее кстати между прочим что было понятно что мы имеем дело с грамотным человеком который дальше приводит огромную цитату из саде гаона из обязанности верования и мнений но вот это позиция проблема вот какая я могу сказать одну вещь вот иудаизм который живой и реальный тот который иудаизм раби и гудыга хасида и бэшта вместе взятых он очень сильно находится под впечатлением слов псалма гашем кенью по правую руку от тебя хотите что цель там защита потому что это псалом при проводах на войну но вот то что он тенью рядом с тобой я не имею ввиду данный момент сногсшибательного комментатора комментария вердичевского рава к этому стиху а просто понимание буквально хашем всегда рядом с тобой вот например в тринадцати основах веры рамбома мне очень мешает отсутствие этого догмата я бы его туда включал в тринадцать догматов веры как ну вот евреи которые не верят что хашем но кстати рамбом не согласится с этим высказыванием я сразу хочу рамбом не придет вот что я сейчас говорю тот кто читал муранабухим главы о гашгахе он заметит что рамбом не согласится с тем что я сейчас говорю но для народного иудаизма хашем всегда рядом и он всюду и нет места где его бы не было это крайне фундаментальная это абсолютно фундаментальная вот оно фундаментально для иуда хасида и оно фундаментально для бешта вот эта пара здесь смыкается и и в результате ну вот всегда рядом вот это ощущение всегда рядом у иуда хасидов цифер хасидим оно на самом деле всегда проходит красной нити а вот например вот где он неожиданно совмещается с самым неожиданным человеком и это проливает тень какое впечатление на современника проводила производила человек Раби Аврамы бен Эзера казалось бы астролог он считал что это его профессия комментатор человек интеллект но когда он говорит о молитве в одной из своих книг это не в комментариях Торе его то знают в основном по комментарии Тора но у него есть несколько других книг еще ну не астрологических я про астрологические трактаты его не говорю значит он когда говорит о молитве говорит буквально так что при молитве рабочим инструментом молитвы является сердце а не язык язык же нужен только для того чтобы сердце заучило что оно должно чувствовать добрать внимание вот язык как инструмент сердца не выразить вот что такое правильное правильном мыслящий человек тонком мыслящий человек язык не для выражения в данном случае не для выражения того что сердце на сердце не для выражения чувству А для того, чтобы приучить сердце к тому, что произносит язык. Вот именно в этом направлении. Вот Иудака Хаси тоже самое. Причем он, например, в своих наставлениях, он удивительно настаивает на том, что молитва, молиться следует в точности, как написано. Вот в точности, по буквам, очень аккуратно, по нусаху, который прописан в Сидуе. При этом он упорно, раз за разом продолжает молитвы, это работа сердца. Одновременно. Вот это одновременно. Почему? Потому что Сидур существует на самом деле для того, чтобы приучить сердце к определенному строю чувств. Вот это повторение регулярное, многократное – это инструмент для работы сердца. Но вот чем замечательна эта позиция? У Иудыга Хасида и у Беста на самом деле, у этой парочки, мир очень мощно не делится на святое и будничное. И все будничные дела, они как бы проходят перед Господом. Вспомните, у раби Ягуды в Талмуде есть чудесная такая история про то, как его спрашивают, куда вы идете, рабик. Вот граф, он отвечает, я иду выполнять заповедь Всевышнего. Какую именно? Я иду в баню позаботиться о своем теле. Потому что это заповедь Всевышнего, заботиться о своем теле. Баня – это место, где Галаха запрещает встречаться с Всевышним. Просто запрещает. Тем не менее. И так далее. Благословение, вот здесь, для тех, кто не знает, если он откроет Чулхана Рух, ну и старые книги, то там есть чудесная вещь. Но все знают, что есть благословение после посещения туалета. Менее известно, что там у каббалистов есть Кавана на это благословение. Кавана – это отдельная вещь глубоко каббалистическая, не всем данная. Есть Кавана на это благословение. Она дается избранным. И там где-то я читал одному в поколении. Правильно, Кавана на это благословение. То есть, как бы, это совсем неизбранно. Но в старых книгах, например, перед входом в туалет, в туалет человеку следует произнести текст при Благослове Ханна Рухе, где человек извиняется перед ангелами, сопровождающим его ангелами, что он должен с ними расстаться, потому что он должен выполнить то, что приходится делать в церкви плоти. А когда выходит оттуда, он должен поприветствовать, сказать «Здрасте, дорогие ангелы, я вернулся». Почему? Потому что ангелам туда как бы входа нет. Да, я хочу заметить, эти фразы давно уже никто не произносит. Более того, все комментаторы Судхана Руха в наше время пишут, в наше время, это со времен незапамятных, что произнесение этих текстов является югра, высокомерие. В наше время, человек, который вот настолько вот такие вещи, это самое, мы не ощущаем этих вещей, чтобы такое произносить. Но вот это расставание ангелами перед приходом в нечистое место и вновь знакомство с ними по возвращении, оттуда это показать. Так вот, у Бешта и у Иуды Хасилии вот этого разделения не будет. То есть, как бы, они галактически признают существование чистых мест, безусловно. В конце концов, не случайно учение Бешта через некоторое время превратилось в методизм в некоторых отношениях, такое последовательное соблюдение заповедей. Но они как бы не говорят, что это из-за того, что в нечистых местах нет Бога, а говорят, потому что в нечистых местах нет связи с Богом. Это разные вещи. Это проблема в человеке. Он заперт, оказывается, и не от Бога, а от возможности соединения с ним. Ну да. Но вот, опять, все эти истории, которые мы читаем у Иуды Хасида, они, собственно, очень много именно про это. При этом продолжение этой истории последовательно. В результате, самый невежественный народ, какой только бывает, который боится святости, кстати, я хочу обратить внимание на эту мелкую деталь, просто народ боится святости. понимание, что ханах был забран на небо, и ходил ханах с Богом, и его не стало видно, забрал его Бог, который понимается, что он был такой праведный, что он живым был забран на небо. Ну, это мидраж просто, это известный мидраж по поводу того, что десять живым зашли на небо, один из них ханах. Значит, но что избыточная святость опасна для жизни и здоровья – это народное представление. Они всегда были и всегда будут, кстати, как я подозреваю. Тем не менее, Иудак и Хасид утверждают, что святость вот в этом совсем простом народе, который ничего не понимает, и когда исполняет, исполняет криво, потому что не понимает, что нужно. И это правда все. Тем не менее, он считает, что этот народ является гнездом святости. И именно там она находится. Вот в тот момент, когда человек воспринимает эту позицию, мне кажется, перед ним открываются сияющие высоты. Хотя дело опасное. Интеллигентному человеку я бы не рекомендовал через такое сияние идти, потому что все-таки, когда человек знает, что что-то делать не надо, то ему этого делать и не надо. Тем не менее, это учит, ну, как бы, доброму отношению к людям, что уже хорошо. Ну, вот так. Как это ни странно, вот давайте чуть-чуть о будущем. У Ягудыха Хасида случилось, как бы, больше выразителей вот этого направления долгое время не будет. Но, как это ни странно, это учение Ягудыха Хасида и Раби Элизара из Вормса нашло отклик в каббалистических кругах. Причем не тот, который, вы думаете, это не теоретически каббалисты были, это другие совершенно люди, которые основали нечто вроде ордена, цель которого была способствовать тому, чтобы Шехина пребывала на земле. Это вполне себе тайный орден весьма. Тайный в старом смысле слова, что чужие здесь не ходят, не имеется в виду, что это секретная организация, но она не занимается пропагандой себя, они не искали сторонников, они не пытались образовать политического или социального движения. Это очень внутреннее дело каждого, кто туда входил. И они просуществовали в таком виде довольно длинное время. И я действительно утверждаю, что Бэшт, который Раби Исраэль, вышел из этих кругов как раз, которые в Европе были. Другой разговор, что они начали распространение из вот очень узкого кружка, скажем так, лет за 50 до начала деятельности Бэшта, там уже начались движения какие-то. Но тем не менее, как бы вот Иудака Хасид и вот это направление хасидское, еще раз, хасиды не в том смысле, как организованное движение Бэштам, это отдельная тема, а именно повседневная праведность, не связанная с учебой и знаниями, а праведность непрерывной повседневной жизни как учение, как система и как система приближения Бога к наземлю. Обратите внимание, что учение Ламы Твадников состоит в том, чтобы мир крепче стоял, а не для того, чтобы сшивать небо с землей, а не для того, чтобы самим подняться на небо. Интересный момент. Вот это учение, оно в каком-то виде продолжило существование, но вне очень ядово. время от времени в каких-то историях мы вдруг обнаруживаем какие-то его следы, но это надо отслеживать только. То есть, я бы сказал так, что те материалы, которые у меня есть по этой теме, скорее годятся для книги в стиле фэнтези, чем для ученого трактата, потому что это как-то следы, узнаю знакомое, вот это, вот это, вот очень оттуда что-то идет и территориально правильные места, где это и должно быть. Но сказать, что я могу по этому поводу написать научно доказанные какие-то вещи, нет. Они как бы вот это то самое якудак и хаси. Известно, что он умел писать амулеты. Известно, что он умел, знал наговоры, владел шмот практической кабалы. Но при этом он всегда вслух выступал против этого. Просто всегда. Он в книге многократно говорит гадости про эту деятельность, но в той же книге мы вдруг время от времени обнаружили, что он это делает. В одной книге ну вот вот смотрите, я еще раз, вот это учение кабод, которое выразилось в ширка кабод, которое в Сидуре, но оно очень рафинированное там изложение, оно теологичное очень. на самом деле это как раз та самая сторона иудаизма, которой Бог тенью по правой руке от тебя. Он всегда рядом с тобой. Это вот эта вот линия. Эта линия сформулирована. да, у нее свои проблемы в исполнении, она может впасть в крайности, в какие не надо впадать. А ну как бы очень хочется поставить какие-то ограды по дороге. Ограды тут ставить совершенно невозможно, потому что нельзя, потому что мешать будет. тем не менее это та сторона, которая, когда вот рассказывают про еврейскую традицию, просто забывают эту сторону, она как бы ну где-то близко к душе нашей религии. Ну вот где-то вот это я хотел рассказать по поводу Бог, который всегда рядом с тобой. Это как раз вот где-то такое центральное место учения. Ну вот так. Если есть вопросы, я готов попробовать поотвечать. Большое спасибо, мэр. Я правильно понял, что вот эту тему описывал Рабин Ахман, когда есть Дареймала, Дареймата, что народ живет с ощущением Лоху Лярис Квадо, а Дареймала живет с ощущением Ае Макум Квадо. И нужно их помирить. Да, это безусловно так. Еще раз, Невешгахаим Воложенского Рэбе, он же ученик Вильнера. Если вы начнете его читать, вы с удивлением обнаружите, что он скорее придерживается хасидской точки зрения на всю эту тему. Он правда делает разграничение, я к чему рассказываю. Он делает разграничение, ну тогда у нас кантианская философия в моде, которую он не знает, но тем не менее свободно пользуется термином вещь в себе и вещь для нас. Для него это как-то естественное употребление термина, вот ровно по канту. Только он продолжает, он делит вещи на вещь в себе для нас, вещь в себе, в себе, вещь для нас, в себе, вещь на четыре категории. Так вот, для Всевышнего, как вещь в себе для нас, это только для избранных. Как бы они понимают непостижимость Всевышнего, поэтому оем, о ком, хвадо. простой человек как-то ни странно не ощущает непостижимость Всевышнего. Ровно по одной причине, он не понимает проблем ученых людей, которые говорят, где проблема, просто не понимают, о чем они говорят. Потому что Всевышний это для нас, это вещь для нас, вот эта вещь, данная нам в ощущении, вот это создатель близок к тебе, мамаш, ощутимо близок к тебе. Вот простой человек это воспринимает. Ученый человек способен говорить, это невозможно вот на таком уровне. Но это проблема ученого человека. Вы правы, чем больше знаний, тем больше проблем. у Брасловского Рэбе, вы помните у него вот этот халальхапануй, да, что он признает, что есть обрыв связи между нашим миром и миром Всевышнего. Там есть обрыв связи. При этом наш мир, он описывает как открытое множество, в смысле тупологии. Открытое нигде не запнутое тупологическое пространство. Извините, я просто хихикал, когда это переводил именно так. Значит, краткое содержание, что чем ближе ты приближаешься, тем возникают новые вопросы. Это все равно преодолеть вот это. Там нет границы. Вот это как множество, у которого нет границы, но оно не является бесконечным. Оно не бесконечное, оно ограниченное, но без границы. Вот так. Но при этом он говорит, и по этому поводу каждое продвижение, оно порождает как бы новые вопросы у него. Вот это такое. Но при этом он говорит, что еврей может просто перепрыгнуть, даже не заметив, что там есть какой-то разрыв. там есть возможность прыжка качественного. И даже простой человек даже не догадывается о том, что там есть граница какая-то. Он даже не догадывается о разрыве, который там существует. Он перепрыгивает на тайгу, и у него естественно, что там нету разрыва. Это у ученых людей, больных метафизикой там разрыв. А тот, кто кого метафизика не интересует, у него нет проблем. Проблема только у тех, кому волнует метафизика. Так я хочу заметить, что яудыга хасиды нету метафизики как таковой. Просто нет. А вот у Бэшта она есть. Вот это интересно. Они разные. Я никогда не говорил, это одно и то же. тема цемцума она из книги Эцгахаем Раби Витяля, который его да, конечно, не знал, потому что она будет написана много позже. Тема цемцума у Бэшта центральная, которой он раз за разом возвращается, и все его ученики раз за разом возвращаются к этой теме, и хасид, который не говорит о цемцуме, то какой же он хасид, если он эту тему не открывает. То есть там-то есть метафизика, потому что цемцума это чистая метафизика, но простой человек ее не знает. У него нет разрыва, он даже не знает, что он там должен быть, он ее спокойно перешагивает. Он просто не замечает, что там есть. И у так хасид это именно про это. И это по-моему правильно, не знать, что там есть разрыв. Ну, ежели вы, конечно же. То есть происходит какой-то интересный кульбит, если я правильно понимаю, то, что Рамбом не признавал, народное восприятие, воображение, оно конкретное, поэтому не является истинным. А здесь происходит какая-то метаморфоза и как-то. да, безусловно. Но поймите, народ воспитан, религиозные чувства народа и представления народа воспитаны ровно на Хумаше, книге Псалмов и Сидури. Вот это факт на местности. Вот нравится кому-то это, не нравится это кому-то. Но не ученый народ, на чем он живет. Пятикнижие, молитвенник, Псалмы. А там, где вы там нашли хоть какой-то метафизику вообще, хоть в одном из этих источников, где вы нашли метафизику, там ее нет. И народ ее не знает, и разрыва этого не знает. И в религиозном отношении, если мы религию понимаем, как связь человека с Бога, народ ближе к Богу, чем ученые. Другой разговор, что народ свинячит регулярно, потому как он не знает, как себя вести, он не знает правила, он нарушает галаху, он вытворяет черт знает что, и этим отдаляется от Бога. Это да, это тоже проблема, но при этом именно это простота веры, о которой регулярно говорит, например, Бэш тот же, и Иуда Хахасид тоже, кстати, она, эта вещь очень сильная, очень сильная, и это действительно неожиданный кульбит, который, я вот считаю, что Иуда Хахасида надо читать и понимать вот эту вот сторону вопроса, что он именно вот в эту сторону бьется. Да. Спасибо. Еще вопрос. Неужели вот критики этой линии, ну, Виленский Гаун, например, не понимал разницу между присутствием Всевышнего и возможностью связи с ним в нечистом месте? Думаю, что понимал, но они в том поколении были франкистами тяжело ударены. Да, понятно. Франкистами этими самыми Шаббатайцви еще там еще в придаче есть, просто франкисты поближе к Польше. Там еще Шаббатайцви был. И Саббатианцы, они в Польше тоже наличиствовали в приличных количествах. Они были тяжело травмированы этими двумя историями в том поколении. Поэтому, когда они слышали про то, что Бог есть везде, то они говорили даже в Комоттенофет. И когда они слышали «да», тут они хватались за голову, и это поколение очень тяжело травмировано. Это вот травма поколения, где такой подход, они считали, что он ведет к такой ереси. А реально именно эта ересь существовала незадолго, оно не в том поколении, оно в предыдущем было. Да, но да, они в том поколении очень этого боялись, и чтобы они не думали, они будут выступать резко против этого, просто потому, что ну, как бы они ограду ставят в том поколении на такой сорт мыслей, по-моему, правильно делают. Но, в принципе, простите, а как вы могли бы определить веру франкистов? Все-таки она ближе к простой, Как ее может быть? Нет, вера франкистов, она уже не простая. Дело в том, что в тот момент, когда к простой вере начинает добавляться логика, то она прекращает быть простой. Простая вера не должна иметь связи с логикой, а в тот момент, когда вы начинаете использоваться логическими построениями и делать выводы, вы с этого момента обязаны все-таки быть ученым человеком и уметь делать правильные выводы. Вот я обычно привожу пример, например, что Талмуд придерживается жесткого правила по поводу того, что в рассуждениях о законе есть место, где рассуждать дальше запрещено. То есть как бы в логике Аристотеля, если вы получили верный вывод из какого-то рассуждения, вы его можете ставить дальше в основании следующего рассуждения, а Талмуд запрещает то, что получено в результате рассуждения, запрещено ставить в основании следующих выводов. Оно должно остаться как отдельный факт. И рассуждение, то есть любая цепь, запрещает бесконечные цепочки рассуждения, или очень длинные, даже длинные. И я понимаю Талмуд хорошо. На такого рода рассуждениях мы очень быстро регулярно уходим от первоистока, и результат оказывается сногсшибательным. Франкисты как бы делают вот из-за того, что Бог близок ко всем, и Бог близок к грешнику, в общем, безукоризненно, вывод отсюда «давайте грешить», он мне кажется неудачным, этот вывод. Более того, из высказывания «Бог близок грешнику», следует что грешник должен приблизиться к Богу, или понимать хорошо, что Бог близок к грешнику, не Бог близок к человеку, даже если он грешник, другое понимание. Но когда вы начинаете на этом основе рассуждать и более того, сделать практические выводы, то народного в этом становится мало. В этом появляется уже не народность, а недоучка какой-то сюда приперся в эту историю. Одно дело рассуждает неученый человек, а другое дело рассуждает какой-то недоучка. Это совершенно разное. И я хочу напомнить, что со времен незапамятных у евреев правило выглядит так. Не бойся ученых, не бойся невежд, бойся недоучек. они хуже всех. Причем речь шла о еретиках. Ученый еретик, его не надо бояться. Не надо бояться простака еретика. А вот недоучка еретик это страшная фигура. Поэтому да, франкисты это не народное учение, это какая-то более-менее интеллигентская публика восприняла какой-то кусок народного учения, его благополучно разложили, пыталась вернуть народ. Ничего хорошего от этого никого еще не вышло. То есть это всегда ведет только к гадостям. Марксизм, смотрите, что с ним сделано. Про образ современного человека массово тоже очень важно. То самое. Причем виновата как раз та самая дурно обученная интеллигенция. та часть интеллигенции, которая дурно обучена. Вот извините, давайте четко сформулируем, я не имею в виду, что в этом интеллигенция виновата. Боже упаси. Именно вот дурно мыслящие люди, которые действительно идеи простых людей, которые вдруг начали развивать то, чего не надо развивать, то, что надо оставить в покое как есть. И там с этим надо обращаться как с диким полем. не надо проводить ирригационное сооружение в диком поле, оно дикое, что-то там делаешь, что-то там забыл. Не говорит я, говорит народ за народом. Как же тебе это удается? Как же тебе это удается? Ты не слышишь, что ты несешь. Это всегда так было, и я не помню, что такого рода построение привели хоть к чему-то хорошему. Понимаете, народ всегда за всеобщее равенство. Не дай Бог придет какой-нибудь крикун, который возглавит практическое исполнение всего равенства. Это будет очень плохо. Я ведь тоже за всеобщее равенство. Но я панически боюсь, когда его пытаются установить. такой вопрос. Хасидут и талмуд есть о чем говорить? не о чем говорить? Хасиды есть в талмуде вообще-то. Хасидим решумим. Древние хасиды упоминаются там регулярно, причем они упоминаются там в формах, что они вполне неплохо перекликаются с хасидом. Такого сорта движения они регулярно возникают. проблема в том, что Хасиде Ашкина скрупно повезло. Там был хасид, который правильно умел этим заниматься. То есть не пытаясь усилить какие-то стороны, он правильно знал, как с этим обращаться. У Хасидей Бэшт извините, но ученики мачореческого магида те самые, которые были и создали хасидизм на самом деле. Там ни одного человека без родословной длиной в несколько метров, такой роскошной родословной не было. Это выходцы из очень серьезных родинских семей все были. Там ни одного простого человека нет. Это все легенды про то, что хасиды это простые люди. Равины хасидские, там ни одного, там один простой человек был за всю историю хасидизма. Один. Один. Все остальные были, не было там, и они, вот, их учили специально, как с этим жить. Что с этим можно делать, что нельзя. и вы читаете любое хасидское учение, видите, вот народное, вот мы никогда не пересекаем некоторых границ. Мы не позволяем нарушить вот эту народность какими-то интеллигентскими штучками, которые там лишние. Не потому, что мы против интеллигентских штучек, но место им в другом месте. Вот там бэтмитраж есть, вот вам туда, это там, это другое. они очень друг с другом гибридизируются, очень плохо это происходит. Ну, да. И да. Ну, вот. Тогда ну, давайте всем кетшабес. Большое спасибо. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Спасибо Мире. Шаббат шалом. Шаббат.